Здравствуйте! Я Лилия Тимеева. Буду общаться с вами в культурном контексте. Смотрите в этом выпуске. Картины акварелью более 90 работ представили ученицы Сергея Андреяки в Щелковской художественной галерее. Приятная встреча. В межрайонной центральной библиотеке состоялось творческое мероприятие. Участие в нем принял актер театра и кино Игорь Письменный. История телефона в рубрике «Из века в век». В культ просветия зададим живописный вопрос. Он веселый, яркий, эмоциональный. Этого артиста знают многие, но немногие знают, что он является жителем нашего Щелковского района. Игорь Письменный пришел на встречу с почитателями своего таланта. Хоть, как говорится, в библиотеке и должна быть тишина, сегодня в межпоселенческой районной библиотеке было достаточно шумно. А виной всему знаменитый артист Игорь Письменный, который пришел сюда на встречу с жителями. Творческие встречи артистов со зрителями – практика довольно распространенная. Но в каждом таком мероприятии есть своя особенность, а именно личность артиста. Вот бывает же так, на экране образ один, а в жизни совершенно другой человек. В случае с Игорем Письменным, актером театра и кино, все вполне органично. С жителями нашего района, со своими почитателями, Игорь встретился в межпоселенческой центральной районной библиотеке. Встреча, конечно же, не обошлась без вопросов. От «Как вы решили стать артистом?» до «Тяжела ли артистическая жизнь?» Образ Семена Фильштейна. Эту фамилию с гордостью носит семья из скейт-шоу «Одна за всех» Игорь воплотил так убедительно, что зрители не только приписали артисту, как говорится, определенную национальную принадлежность, но и полюбили незадачливого на очень обаятельного сыночка с ярким акцентом. Мама, что? Единственный человек на земле, который у меня, как вы выразились, может скрасть деньги, это таки моя родная мать. Я родился на Урале, в Верхний Уфалей. Вы его слышите сейчас акцент? Нет, конечно. Акцент он откуда? Оттуда? Откуда же вы все, понимаете? Это великолепно, да? А еще со знаменитым персонажем связано немало курьезов, признается Игорь. Настолько сильна ассоциация самого артиста с персонажем Семы. На съемке на поезде Москва-Одесса. Я зашел, да, обычно беру там в то время предпоследнее купе, там обычно, всегда никого обычно не бывает. И тут, ну, бывает, что проводники берут, там, знаете, левых, они тоже выходят. Я захожу, а там еще трое сядут, елки, вот, хотел поспать, отдохнуть. Сел, думаю, уехал. И вдруг проходит мимо, значит, проводник, прошел раз, потом во второй. Семочка, вы домой? Я говорю, конечно, домой. А что вы хотите? Ну, я хотел бы отдохнуть. Не проблема, так все встали, вышли. Всех выгнал, может. Не, не, я спалил. Все, никаких проблем. Все, отдыхайте. Ехал один. Вы домой? Сам Игорь Письменный – личность разносторонняя. Поет, играет, а еще, как говорится, в тему. Обожает литературу. Моя любимая – мастера Маргарита Булгакова. Вот моя любимая. Не, ну, у меня много любимых таких. У меня и Стругацкие «Трудно быть Богом» я очень люблю, и вообще их, и Станислав Лея. Ну, у меня много разных любимых книг, в принципе, очень. И, конечно, призывает читать, читать и еще раз читать. Картины сразу двух художниц украшают стены Щелковской художественной галереи. Ученицы легендарного, прославленного акварелиста Сергея Андреяки представили более 90 работ. Выставка привлекла особое внимание не только зрителей, но и нашей съемочной группы. В Щелковской художественной галереи представлена выставка сразу двух учениц легендарного Сергея Андреяки. Объединяет их одно – тема поэтического реализма, которая так ярко выражена в работах как самого художника, так и его последователей. Вера Назаренко и Татьяна Чемакова не просто художницы, но и ученицы, последовательницы, творческие наследницы замечательного акварелиста, народного художника России, действительного члена Российской академии художеств Сергея Андреяки. Нам бы хотелось пожелать всем, кто придет посмотреть эту выставку, не просто увидеть красивые работы, но и постараться постичь суть, смысл и содержание, которые каждый художник пытался вложить в свое неповторимое художественное произведение. На выставку пришли совсем юные зрители – ученики школ. Для них во многом эта экспозиция стала открытием. Такого уникального собрания картин Щелковская галерея не видела давно. Я считаю, что для нас, для всех праздник, поскольку мы видим хорошие работы, хорошие – это добротные, крепкие. Это наша русская школа живописи, как часть европейской культуры. Здесь представлены огромные, то есть работа 93, если я не ошибаюсь, действительно очень большая цифра. Такие выставки мы очень редко делаем за пределами Москвы, и для вас, я понимаю, это очень важное событие. Вот, и что большое спасибо, что вы все сегодня сюда пришли. Глядя на вот эту красоту, можно одно сказать, что красота спасет меня. И даже когда вот начали только говорить наши депутаты, солнышко появилось, то есть вы нам принесли весну, весна скоро. Работы двух художниц объединены не только техникой исполнения, но и взглядом на искусство. Татьяна, которая, к слову, сказать на открытие приехать не смогла, училась в школе акварели Сергея Андреяки, а теперь учится и в академии. О том, как учеба длиной в жизнь сочетается с творческим художественным процессом и как создаются работы, рассказывала на открытии одна Вера Назаренко. Но от этого рассказ был не менее интересен и увлекателен. Когда я увидела, что делается в школе акварели Сергея Андреяки, мне очень захотелось прийти туда поучиться. Ну, хотя бы чуть-чуть, хоть чуть-чуть, немножко, хотя бы месяц. А после того, как мне сказали, что месяц нельзя, надо два, я подумала, какая досада, ну ладно, так и быть. Вот с тех пор, 15 лет скоро уже будет, все никак не могу уйти. Уже и преподаю, и сама работаю. С тех пор художник и преподаватель Вера Назаренко совместно с учениками и коллегой ездят не только по России, но и по миру, чтобы передавать на картинах увиденные красоты и впечатления. Мы дружим, и поэтому очень много ездим вместе, с детьми практики проводим совместные, потому что это же у нас тоже долгий такой летний процесс. Вот, и некоторые вещи, которые производят впечатление на нас обоих, хочется как-то выразить несколько в более таком крупном масштабе, чем способен сделать каждый из нас в отдельности. Так совместными усилиями творят эти замечательные художницы, пишут, продолжает традиция школы акварели, что, несомненно, радует зрителей, а в ближайшее время счастливят и посетителей Щелковской художественной галереи. Вокальный коллектив «Ассоль» Медвежья Озерского дома культуры отмечает 10-летний юбилей. За годы работы сделано немало, спето немало песен. Но самое главное, коллектив дарит творческий настрой своим слушателям и поклонникам. Вокальный коллектив «Ассоль» был создан в 2007 году. Ирина Долотова возглавила его чуть позже, но именно под ее руководством сегодня коллектив «Ассоль» и младший ансамбль под названием «Фасоль» ведет активную концертную деятельность. Им песня «Жить и творить» помогает. Участники коллектива «Ассоль» – молодые, целеустремленные ребята. В основном девичий состав разбавляет молодой человек. Здесь у нас занимаются ребята, молодежь от 16 лет и выше. Вот у нас уже прошли два сольника старших вокалистов, где выступали самые старшие. А сегодня будет у нас молодежный состав, то есть наши студенты. На юбилейном концерте звучали хиты – российские, зарубежные и очень популярные. Тихо на пальцах видит моя душа, не расставайся сто шагов назад, ведь ошенья больше нет. Спрячем слезы от посторонних, печали наши никто не понял. И слов не разобрать, когда в разгаре маскарад. Поехали глаза моим, свой одинокий дым, В мире ненужных слов вдвоем молчи. Прячешь усталый взгляд, сердце зовет назад, Но вопреки всему часы спешат. Выплывем, не касаясь земли и исчезая вдали. Только музыка сердца полны, и слова не нужны, И мне хочется шептать родной, Буйной, буйной. А соблазнов вдалеке не облазка на реке, Ночью звездочки считала, Днём купалась в роднике, И казалось, что на свете Песни в репертуаре разные, говорит Ирина Долотова. Никаких званий и регалий коллектив пока не имеет, Но это и не важно, подчеркивает она. Самое главное, что ребята поют и делают это с удовольствием. Самое главное, я говорю, ребят, как бы вас не называли, Какой бы вас не заворачивали, Самое главное ваше содержание. Вам это нравится? Вас любят? У нас. И это самое главное. А как вы? Какие вы там? Образцовые народные. Детей очень много, взрослых очень много, Молодежи очень много. Они даже могут сами один коллектив дать, Один коллектив дать концерт на 2-3 часа. Зрители, а среди них и сам глава поселения Владимир Канахин, Коллектив ценит и слушает с удовольствием. А это ли не самое главное для артистов? Вы знаете, вот у меня как раз редко бывает свободное время, Но, когда есть время, я люблю посидеть, Потому что, вы знаете, ну, скажем, Общение с людьми бывает разное. Бывают позитивное и негативное. И вот каждый день, если на работе больше приходят люди с проблемами, И когда в выходные приезжаю, я тоже, конечно, говорю, Вот посижу тут час-полтора на концерте, Я немножко энергии сразу набираю, Чувствую, что можно и работать дальше. У меня зазвонил телефон. История связи в новой рубрике «Из века в век». Трудно представить, что относительно недавно люди жили без телефонов. Кто же изобрел это полезное устройство? И как из громоздких больших аппаратов оно превратилось в маленькую трубочку, Помещающуюся в руке? Традиционная история возникновения телефона связана с именем Александра Белла, Американского изобретателя шотландского происхождения. Действительно, знаменитый исследователь принял самое непосредственное участие В разработке революционного аппарата для передачи звуков на расстоянии. Однако известны факты о том, что в создании телефона важнейшую роль сыграли и другие конструкторы. Так, например, Иоганн Филипп Рейс, известный немецкий изобретатель, На собрании ученых физического сообщества, проведенном в 1861 году, Сообщил о созданном им прототипе электрического устройства для передачи звука на расстоянии. Прозвучало также и название изобретения «телефон», привычное нам сегодня. Современниками Рейса, однако, устройство было воспринято без должного энтузиазма. Но это важнейший факт, которым располагает история создания телефона. Через 15 лет два американских исследователя, Элиша Грей и Александр Белл, действуя независимо, обнаружили эффект телефонирования. Оба ученых, что интересно, в один и тот же день, а именно 14 февраля 1876 года, подали заявку на патентование своего открытия. При этом действующего аппарата, который бы задействовал телефонирование, ими разработано еще не было. Предположительно, Белл примерно на два часа опередил Грея в подаче заявки, и многие историки связывают именно с этим обстоятельством тот факт, что история создания телефона сегодня ассоциируется с именем американского изобретателя. Александр Белл жил в Бостоне и работал с людьми, испытывающими проблемы со слухом и речью. В 1873 году он стал профессором физиологии в Бостонском университете. По роду своей деятельности он, вероятно, был экспертом в области акустики и обладал отличным слухом. История первого телефона, созданного Александром Беллом, связана таким образом с его работой. История телефонов также интересна и в аспекте их коммерческой эксплуатации. Через несколько дней изобретатель доработал телефон так, что он мог передавать четко слышимые определенные слова. Позже Александр Белл показал свое устройство деловому сообществу. Аппарат произвел на людей бизнеса невероятное впечатление. Американский изобретатель вскоре зарегистрировал свою компанию, которая впоследствии стала процветающей. Первые телефонные линии, история возникновения телефона нам теперь известна. Но как изобретение Белла внедрялось в повседневный быт? В 1877 году также в Бостоне была запущена первая телефонная линия, а в 78-м в Нью-Хейвене телефонная станция. В том же году другой знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон создал новую модель аппарата для передачи голоса на расстоянии. В его конструкции присутствовала индукционная катушка, что позволило значительно повысить качество связи, а также увеличить расстояние передачи звука. История развития телефона связана также с именами русских конструкторов. В 1885 году Павел Михайлович Голубицкий, изобретатель из России, разработал принципиально новую схему работы телефонной станции, при которой питание к аппаратам производилось извне, от центрального источника. До этого каждый телефон работал от своей электрической розетки. Эта концепция позволила создавать станции, одновременно обслуживающие огромное количество абонентов – десятки тысяч. В 1895 году российский изобретатель Михаил Филиппович Фрейденберг предложил миру концепцию АТС, предполагающую автоматическое соединение одного абонента с другим. Первая действующая АТС была внедрена в США, в городе Агаста. Развитие литней связи в России и истории появления телефона в России связано со строительством линий для передач связи между Петербургом и Малой Вишерой. Первый разговор между российскими абонентами посредством указанного канала состоялся в 1879 году, то есть спустя всего лишь три года с момента изобретения телефона. Позже одна из первых гражданских линий связи соединила пристань Георгиевскую, расположенную в Нижнем Новгороде, и квартиры, принадлежавшей руководству пароходного общества «Дружина». Протяженность линий была порядка 1547 метров. А у высокопоставленных чиновников и кабинетных работников было сразу несколько телефонов для связи с различными инстанциями, и порой они даже звонили в одно время. Как это было, трудно представить, но можно постараться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ году в Швеции. Изобретатель Стюре Лауген, сидевший за рулем компании Телеверт, успешно созвонился со службой точного времени с помощью соответствующего типа прибора. К тому моменту Стюре Лаурен успел несколько лет поработать в Телеверт, занимаясь разработкой этого устройства. История создания мобильного телефона также связана с именем Рагнара Бергунга, коллеги Лаурена. Цель – массовый рынок. К моменту совершения Лауреном звонка, о котором мы сказали выше, телефонная радиосвязь как таковая уже использовалась, но она была доступна только спецслужбам и военным структурам. Компания Телеверт поставила задачу создать устройство, доступное каждому гражданину. Каким будет следующий шаг в развитии сотовой индустрии? История мобильного телефона свидетельствует о том, что эффективные революционные решения могут появиться в любой момент. Может показаться, что и стандарт 4G – это предел возможностей современных технологий. Казалось бы, передача данных со скоростью в десятки мегабит, отличное качество связи, что может быть на уровень выше, а может быть что-то и может. И тут, как говорится, поживем, услышим. Кто написал «Девятый вал»? Зададим вопрос в культпросвете. Картина «Девятый вал»? Кто художник? Кто автор? Вспомни? Айвазовский. Да? А как зовут его? Айвазовский. Чуть крутирцы. Чуть не могу вспомнить. Не вспомните. А фамилию его настоящую? Знаете, какая? А, это псевдоним, да? Ну, не совсем. Она звучит немножко по-другому. К сожалению, не знаю. Айвазовский. Айвазовский, правильно. Картина «Девятый вал»? Кто автор? Айвазовский. Так, как звали? Так не подскажу сразу. Знаю, что фамилия настоящая Айвазян. Вот. Какие-то факты из биографии знаю, но точно не могу сказать. Ну, а что изображено на картине «Девятый вал»? Море. В каком состоянии? Ну, в волнующемся, скажем так. Но впечатляет картина? Какое впечатление производит эта картина? Безусловно, впечатляет. Казалось бы, вода, но ведь не зря говорят, что вода изображает состояние души человека. И по структуре воды можно сказать, например, что происходит с человеком. По этой картине можно сказать, что происходило, наверное, в то время. И она отражает, в любом случае, искусство отражает происходящее в какой-то или иной период истории. Я думаю, что эта картина как нельзя лучше отражает время, которое было написано. Этот молодой человек меня покорил. Спасибо тебе большое. Как тебя зовут? Сергей Молчанов. Сергей просто умница. Я горжусь, что в нашем шелковском районе есть такие умные молодые люди. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Аванес Айвазян, таково имя Ивана Айвазовского, родился в Феодосии в купеческой семье. Родители не особенно усердствовали в поддержке художественных талантов старшего сына. И кто знает, получилась ли история мариниста, если бы ему не помог архитектор Яков Кох. Чудом выжившие после шторма люди готовятся встретить новый удар стихии. Тот самый девятый вал. Грозу всех, кто в море. От судна остались лишь щепки. На горизонте ни клочка земли. Пятеро восточных мужчин из последних сил держатся за мачту. Казалось бы, шансов выжить ноль. Но яркое восходящее солнце дарит надежду на спасение героям сюжета и зрителям. Таков он. Девятый вал. Когда живешь бок о бок с моряками, остаться в стороне от посиделок, во время которых то и дело звучат байки о плаваниях, невозможно. Фантастические рассказы о сокрушительных штормах. Чудо-существах из глубин, богатствах и сражениях. Чего только не услышишь от людей, которые большую часть жизни проводят в открытой воде. Конечно, одна из самых страшных историй о девятом вале. Это как суд господний только в море. И вот Айвазовский подумал, а почему бы не запечатлеть это на полотне. Другая сторона истории – это душевные волнения художника. К середине 1850-х Айвазовский переживал из-за смерти нескольких своих друзей, в том числе Белинского. В Европе тем временем бурлили революционные события. Художник не мог оставаться равнодушным. А он мятежный просит бури. Цитата. Вполне описывает мариниста в тот период. Все же Айвазовский был человеком аполитичным, поэтому ввязываться в революционные кружки не стал. А все сказал в своей картине. В сентябре 1844 года Совет Петербургской Академии Художеств единогласно присвоил Ивану Константиновичу Айвазовскому звание академика. А еще через несколько дней художник был причислен к главному морскому штабу в звании первоживописца с правом носить морской мундир. За более чем 80 лет насыщенной благополучной жизни Айвазовский написал, внимание, 6 тысяч картин на морскую тему. Картины Ивана Айвазовского действительно вызывают особые эмоции у зрителей. И очереди на выставки в картинной галерее, куда привозят его работы, тому подтверждение. На сегодня это все. С вами была Лилия Тиммиева. И как всегда я желаю вам культурных выходных и, конечно же, будней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин